Ох, какой у меня замечательный винстрик, и всем привет, это Тиджой. Как мне уже надоело говорить эти слова на самом-то деле, зачем я это делаю, я понятия не имею. Окей, суть в чем, мы сегодня будем играть в Айзека. Ну, вы бы и смотрите, а я буду играть. А играть я буду не просто в Айзека, а на специальном CD-бэйсмент, который... А сейчас вы сами все увидите, осталось только выбрать героя. Давайте рандом. Ну? Самсон, окей, неплохо. Суть этого сида заключается в том, что все уровни будут в виде подвала. То есть дальше подвала я не смогу продвинуться, но при этом сила моего персонажа будет расти с каждым уровнем за счет сокровищниц и артефактов с босса. И, в общем-то, так как комнату жертвоприношений обновили, этот сит можно пройти. Вот такие пироги. Несмотря на то, что дальше подвала выйти нельзя, с помощью комнаты жертвоприношений можно телепортироваться к мега-сатане. Ну и, в общем-то, убить его там. Так что, я думаю, я поформлю каких-нибудь предметов хороших на первых уровнях подвала. И буду искать комнату жертвоприношений, чтобы пройти челлендж. Такие вот пироги. Я сначала думал записать какую-нибудь обычную рану и продолжать получать ачивку 1001%. Все-таки скоро выйдет апдейт и нужно уже доделывать все свои дела. Но что-то хочу расслабиться и получить немного фана. Поэтому я играю вот в такой челлендж. Вообще не люблю Самсона на самом деле. Несмотря на то, что у него 3 хп, он мне в новом айзеке не нравится. Вот раньше Самсон был классным, потому что у него со старта давали предмет, который повышал урон при убийстве соперников. А сейчас Самсон превратился в Еву. Кстати, вот комната жертвоприношений, но я с ней сделать ничего не могу. Чтобы сейчас Самсон получал урон, ну прибавку к урону, ему нужно дамажиться апп соперников. Такие вот пироги, и это тупо. Потому что раньше как-то чем больше убил, тем круче стал, и при этом у тебя здоровья очень мало было. Ну а сейчас вроде и здоровья дали. Но не знаю, мне такой стиль игры не особо нравится. Но есть и плюс, потому что теперь на стак и на урон действуют на протяжении всего уровня. И это как бы нехило такой плюс. Не знаю, сколько я буду играть в этот сит, если честно. И когда наступит точка кипения, что пора уже вот идти прямо и убивать мега сатану, я еще не решил. Ну, посмотрим. Думаю, какая-нибудь Сера или Маминож, они мне сразу об этом намекнут. Если я, конечно, найду такие предметы. Давай, хера от чего, ПВП. Кто же победит? Ясно. Ну вы просто в кучу встали, да? Ну мне это на руку идет, так что я могу их добить. В принципе, в принципе, это определенно лучше, чем прошлая моя пилюля, которая задамажила меня на сердце. Так что нормас. Ну, герцог-мух, это в принципе изи-пизи, тем более у меня урон на стакан немножко, я два раза задамажился, так что нормально. Убью я его очень быстро и даже тратить, наверное, свой активный артефакт не буду. Знаете, я думал, будет это проще немножко. Чертовы мухи просто все внимание на себя отвлекают. Надо его же добить. Все, рип, наконец-то. И еще чуть. Кстати, неплохо, гораздо лучше, чем хеллсап, потому что я чувствую здоровье, у меня будет очень много. И пин. Жалко на пине, я не смогу нормально реализовать свой артефакт, но просто покрашу его в розовый цвет, почему нет? Пин, по-моему, умирает вообще просто, ну, очень быстро. И еще один хороший предмет. О, так, это предмет неплохой, я его возьму. Конечно, скорость бега снижает, но, как по мне, его эффект... Хотя, знаете, нахрен я его убрал вообще. Да, быстро, конечно, у меня... О, нормально. Быстро я поменял свое мнение насчет этого артефакта, все-таки я подумал, он мне не нужен, так как я настакаю себе и так хорошая комбо. Ну, ладно. Скорость потом верну себе. А что сказать? Ну, я его убью. Очень быстро убью, наверное. Тем более с таким уроном. Он сам себя скорее взорвет, наверное. Ладно, все, отправляйся на тот свет и... Шрик такой. Это булавочка, это неплохо, потому что дает здоровье. О, щит. Вот это охрененно. Абадон, ну, блин, не взять абадон, просто было бы глупо с моей стороны. Очень хороший предмет, на мой взгляд. Да и тем более, сердец у меня не так много было, так что стоило того. Кстати, наверное, имеет смысл сходить в магазинчик, халявное сердечко, и посмотреть, что здесь продают. Вот это интересно. Это очень интересный предмет. Я вот не знаю, стоит ли мне его брать или нет. С одной стороны, да, как бы имеет смысл. Можно будет в магазине или в сокровищницах находить хорошие предметы. Но, с другой стороны, сатана потеряет свой смысл, и... Мне некуда будет сбагривать сердца. Я, наверное, BFF куплю лучше. Только найду монетку. Блин, хаос заманчивая штука. Вот был бы у меня предмет, который позволяет бесконечно закупаться в магазине, я бы купил его без раздумий. Ну, хаос. Купил бы, а не предмет. Короче, вы меня поняли. С этого парнишки мне дадут кусок мяса, и это здорово. Под BFF он стал большим. Так как я буду еще встречать всадников, я смогу собрать себе полного мидбоя. 100% шанс появления всадника. Почему нет? У меня появится маленький мидбой, который начнет стрелять. Так что, наверное, оно того стоит. И наверняка здесь спрятана секретная комната. И если нет, то я даже не знаю. Ну, окей, окей, забудьте, что я сказал. В таких ситуациях хочется уже получить полет. Ну ладно, надеюсь, сатана мне все-таки подсобит немножко и продаст какой-нибудь классный полет. У меня сердец просто, ну, дохренища. Мне этого хватит с головой, поэтому я готов пожертвовать это ради полета. А почему не появился всадник? Интересно. Я же использовал книжку. Ну ладно уж. О, кстати, Крампус. Здравствуй, Крампус. Ну вот это ты не очень классно Бримстоун используешь. У меня бомбы нет, чтобы взорвать центр комнаты и нормально с ним драться. Ой, ты так щедр. Я был согласен, на самом деле, и на голову его. Ну ладно. Пятый подвал. Чё сказать, я уже всех убиваю с одного удара. Меня это вполне радует. На зачистку комнат времени много тратить не нужно. Так что уже... Уже получаем нем сердце. Нахрена нам не нужно. Вот пиявку возьму. Можно было, конечно, ещё поролить, но здесь как бы особого смысла ролить, наверное, нет. Потому что рано или поздно все предметы начнут встречаться, так что возьмём пиявку. Это точно полезнее, чем активный предмет. В общем, давайте так. У меня сейчас пятый подвал, и... Если я нахожу комнату жертвоприношения на следующих уровнях, я 100% иду на мега-сатану. Потому что, не сказать, что у меня сейчас прям супер-имбовый сет, но я думаю, что с таким уже... Твою мать. Я думаю, что с таким уже можно убивать мега-сатану, а если фармить дальше, то это станет слишком легко. Поэтому нужно знать какую-то меру. Хороший предмет. Реально хороший предмет. У меня слёзы очень-очень быстрые. Давайте возьмём. Потому что у меня скорость довольно низкая, а теперь я хотя бы летаю быстро. Я думаю, эта штука более полезная. Здесь можно хоть что-то получать. Спиддаун. То, что мне нужно. Только повысил, сразу понизил. Ну, кстати, вполне адекватная скорость. Роид рейдж, видимо, повышает очень-очень сильно скорость бега. Пожалуй, вот это куплю. Учитывая, что мне ещё жертвовать сердца на комнате жертвоприношений, я думаю, эта штука мне понадобится. Неизвестно, конечно, когда я найду эту комнату с шипами, но... Надеюсь, то, что скоро. Подерёмся, пожалуй, почему нет. Что-то полезное наверняка выпадет. Да. Конечно, это полезный предмет. Разнообразие в боссах, конечно, расстраивает. Уже второй или третий раз этот босс. Кусок мяса я возьму, чтобы поторговать сатаной. Ну, даже не знаю, даже не знаю, даже не знаю. Учитывая, что мне идти на мега сатану, ладно, я возьму. Конечно, это немножко по-гейски. Ну, ладно. Вообще, наверное, брать нож было моей ошибкой, потому что ещё неизвестно, когда я найду эту чёртову комнату жертвоприношений. Поэтому стоило повременить с этим ножиком и вообще с предметами, которые заменяют просто тип стрельбы. Деваться уже некуда, буду только сожалеть об этом. Наконец-то я нашёл комнату жертвоприношений, это девятый этаж. Сейчас я весь уровень зачищу и пойду пинать мега сатану. Сколько вообще мне предметов? Да хрена у меня предметов, и нож всё-таки брать не стоило. Мне кажется, будет слишком легко. Начинаем. Первый пошёл. За один удар буквально. Офигенно. Чё могу сказать? Офигенно, игра меня любит. Ну, если честно, я даже немножко разочарован. Потому что можно было и без этого подгона попробовать пройти. Ладно, идём к сатане. Хотя сейчас пока ещё шанс прокнет, там 50%. Ну окей, со второй попытки нормально. Так, и вот мы на месте. Тёмная комната 10. В общем-то, за 10 уровней я дошёл до мега сатаны. И посмотрим, смогу ли я его теперь убить. Ну, с таким количеством сердец наверняка смогу. Забавно, конечно, что я превратился... Ой-ой-ой, как я неудачно получил урон. Давайте я руку, наверное, ему сначала отобью. Можно, конечно, специально надамажиться, чтобы настакивать урон Самсону, но я этого делать не буду. У меня урона должно быть и так очень много. Я, кстати, полёт не получил в итоге. Поэтому урон буду, наверное, ловить только так. Да что ж такое? Время сосредоточиться. И навалять этим ребятам уже. Так. Минус. Главное, что я его телегу убил. Ну, коня его на самом-то деле, а не телегу. Это скорее в оскорбительной форме звучало. Ой, я не люблю вот этого босса, на самом-то деле. Ну, кстати, пиявка неплохо помогает. Ну, пока что легко. Наверное, так и дальше будет. Взял, чёртов, нож. И теперь говорит, что легко. Негодяй, конечно. Чёрт возьми. Доджим? Не задоджил. Чё вообще за херня происходит? Почему так много урона получают? Ну да, дамаг я себе настакал конкретно. Пускай я этого и не хотел, но что я надамажился как лох. Тут уже другого исхода быть не может, и придётся его убивать. Раз. Сколько удар в пресс насти? Два. Наверное, три удара, и он сдохнет. Ну всё, умирай. Да. И карту напоследок. Не зря же я её носил всё это время. Чё я хочу сказать, этот ролик был чисто по фану, потому что никакого хардкора здесь и сложности не было. Но к чему вообще этот ролик? Я предлагаю вам придумать какое-нибудь хорошее испытание, связанное с этим сидом. То есть, например, у меня выдаётся определённое количество уровней, за которые я должен дойти до мегасатаны и, разумеется, убить его. Допустим, там, Тиджой, убей за пять уровней подвала мегасатану. И там какие-нибудь ограничения, либо, наоборот, стартовые вещи. Это было бы довольно интересно. Так что, пофантазируйте там и добро пожаловать в мой паблик, там есть специальная тема, где вы сможете предложить своё испытание. Не обязательно, чтобы оно было связано даже с этим сидом. Я почему не снимаю сейчас испытания, просто-напросто не из чего выбирать, ребята. Серьёзно. Годных челленджей просто не видно. Так что вы же постарайтесь и, надеюсь, вам было интересно смотреть на этот ролик. И всем пиз.